По специальному графику активисты партии ДНР выезжают в города и деревни республики. Каждый может задать вопрос в мобильной группе приема общественности, высказав просьбы и пожелания. Сегодня мобильная общественная приемная у нас третий раз. До этого они работали в деревнях, сегодня работают на дне города, в городе Мамадыш. И, наверное, к сожалению, сегодня у жителей последняя возможность написать наказ, обратиться в общественную мобильную приемную Дмитрия Медведева. Если в деревнях обращались по поводу дорог, школ, воды, света, сегодня только слова благодарности в адрес Анатолия Петровича, в адрес Рустама Нургалеевича. Это радует. Более десятка жителей района в субботу обратились к ним, оставили свои письменные просьбы и благодарности. Муланур Загидуллин из Нижнего Токаныша адресовал благодарность президенту республики Рустаму Мениханову за ремонт старого колодца в их деревне. Я обратился к причину Татарстана президента Рустама Нургалеевича большой просьбой. Они мне помогли в 15-м году, в августе месяце, помогать колодец ремонтировать. Старый колодец ремонтировали с нуля. Мне привезли из Казани две пластмассовые трубы. Остальные приехали из Мамадыша, глава района Анатолия Петрович. И все, кто помогал, всем большое-большое спасибо. Сделали колодец с нуля. Сверху построили Монарус с полумесяцем. Впереди написана надпись «Татарстан президента Рустама Нургалеевича написано». Весь житель Токаныша и сам лично я, Муланур, все довольны. Все проезжие, этот колодец фотографируют. Очень красиво получился. Такой колодец в Татарстане первый, наверное, нет нигде. По интернету так сказали. Жители города Мазилово тоже обратились в мобильную группу. Вдобавок к собственным пятерым детям они взяли на воспитание еще восемь. Попросили содействия в решении жилищной проблемы. Нельзя ли выделить микроавтобус для перевозки детей, написали они. Основное на сегодняшний день, так как мы проживаем в трехкомнатной квартире, это жилье. Потому что неоднократно обращался к главе администрации. Он говорил, что поможем. Построен дом, но так как кризис, нет денег. Квартиру вам дали трехкомнатную, землю, детство и так далее. И так как у нас глава Татарстана, Иниханов нам подарил ларгус, когда жена завоевала в 2013 году, стала врачом года в номинации медсестра, нам подарили ларгус. Вот сейчас три года прошло уже, но он шесть мест, а у нас одиннадцать. И вот эти трудности, что перевозить детей, очень сложно. Потому что бывает, что сознательно нарушаем детей. Садишь больше, едешь со страхом риска. Татарстанские депутаты Государственной Думы России свою деятельность организуют на основе наказов, поступивших от населения, говорит сотрудник региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Алсу Даминова. Мобильная общественная приемная собирает наказы жителей, проблемы, которые не решаются. Мы берем эти вопросы на контроль, держим и передаем депутаты к кандидатам, депутатам передаем обращения. Некоторые вопросы решаются сразу же на месте.